Азербайджанский взаимоотношение Визит в Азербайджан со стороны делегации во главе зампредом Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая И были очень интересные заявления Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял представителей делегации И этот вопрос хотели бы рассмотреть Ну и в целом о ситуации, связанной с геополитической позицией Китая на сегодня Рассмотрите через призму визита президента России Владимира Путина в Китай И с нами сегодня Дарья Гривцова, замдиректора Института политических исследований из России Здравствуйте, Дарья Здравствуйте Рады видеть вас Рафик Аббасов у нас в студии Директор Института Конфуции Азербайджанского университета языков Здравствуйте, Рафик Ну, хотелось бы начать беседу с вами Все же, так сказать, изнутри от последней встречи, если можно Что как бы вы ее охарактеризовали И какие основные идеи вы считаете, что там прозвучали с точки зрения перспектив Азербайджанно-китайских взаимоотношений? Азербайджанно-китайские отношения Как и Азербайджан-Китай, которые были исторически, на историческом шелковом пути Давно связаны узами взаимоотношений, культурного взаимообмена В настоящее время, как и об этом неоднократно подчеркивалось На встрече нашего уважаемого президента Ильха Малиева С господином Синь Цзиньпином, председателем Китая Носит стратегический характер И господин Синь Цзиньпин называет нашего президента Близким другом Китая, близким своим другом Отношения с Китаем, безусловно, в аспекте и политическом, и экономическом, и культурном Развиваются стремительно Если взять основные эти направления Они, собственно, были определены нашим президентом На не так давно состоявшейся встрече в Самарканде С господином Синь Цзиньпином Это, естественно, развитие, наращивание торгового оборота Это развитие культурного сотрудничества, в том числе и туризма И самое главное, это, тем более в преддверии того Важного очень события, которое предстоит в Азербайджане КОП-29 Это сотрудничество в области зеленой экономики На сегодняшний момент, если говорить языком цифр Наш товарооборот подходит 3 миллиардов долларов В Азербайджане действует более 300 предприятий, связанных с китайским капиталом Касаясь вот тех элементов, связанных с зеленой экономикой Мы знаем о том, что Китай, занимая фактически большую часть рынка в области электромобилей И сейчас к нам приходят уже первые автобусы Или на электрической тяге Это связано и с солнечной энергетикой Как раз в преддверии саммита, о котором я говорил В Кардахском районе Баку уже идут работы Завершаются работы по установлению солнечных батарей То есть возобновляемых источников энергии Безусловно, значит, гвоздем, так сказать, нашей экономического сотрудничества Является то, что Азербайджан является активным участником Того всемирного, я бы даже назвал, китайской инициативы Один пояс, один путь Через призму серединного коридора Безусловно, вот и в качестве срединного коридора И действительно, вот я думаю, что Дарья Тоже, значит, подтвердит, так сказать, этот элемент Что уникальное географическое положение Азербайджана То есть это не только восток и запад Но это север и юг Отполняет дополнительные возможности для стратегического экономического партнерства Тут еще даже можно и глубже рассмотреть Потому что на встрече с президентом Азербайджана Вот глава политического консультативного совета Китая Заявила, что нас радуют успехи Азербайджана И причем очень интересно она высказалась, что свой путь развития у Азербайджана Нам нравится и выбор, и как идет развитие И с точки зрения того, что решаются свои интересы Интересы государства И нас это радует, как партнера и близкое государство Да, совершенно верно Я хочу только добавить Вот о той встрече, о которой вы говорили Данная госпожа является не только заместителем этого комитета А она является еще и заместителем председателя китайского отделения ШОС По ШОС? Да То есть в этом контексте, безусловно Значит, вот этот элемент сотрудничества в области Как вы правильно сказали, срединного коридора Значит, успешно развивается Дело в том, что уже более, по-моему, 10 поездов Вот этих контейнеровозов Из древней, значит, китайской столицы Сианя Дошли до Европы Да, безусловно, существуют проблемы Поскольку путь очень длинный Существуют элементы, связанные с оформлением таможенных процедур И так далее Но, тем не менее Все решаем Да, эти проблемы решаемы И Азербайджан, я считаю, один из главных элементов Вот эта железная дорога Я бы ее даже назвал железной шелковой пути Баку-Тбилиси-Карс Тем более сейчас завершаются работы по дополнительной ее модернизации Безусловно, вносит огромный вклад в реализацию вот этого грандиозного плана Китая Ну, действительно, мощнейший проект Как раз президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что вот эти вот все препоны, которые имели место там, связанные там с декларациями С какими-то там финансовыми документами и так далее Все будет приводиться в такую норму, чтобы не задерживать следующий по этому пути Нам ни грузопотоки, ни транспорт И мы видим, что уже вот буквально у нас на глазах это действительно происходит Дарья, сейчас хотелось бы вот в продолжении этой темы Может чуть-чуть еще расширить, скажем, географический формат Тоже вот интересно было после визита Ильхама Алиева в Москву И встречи с президентом России Причем довольно глобальная была по многим параметрам встреча И глава России совершает визит в Китай Вот где вы видите здесь, скажем, с одной стороны связку А с другой стороны довольно противоречивая была информация По визиту президента России в Китай То есть одни аналитики считают, что там не произошло какого-то прорыва Как нам видится из Москвы, визит был успешный Визит российского лидера в Китай, это его первый визит И это тоже символичный характер носит Поскольку мы видим, что с президентом поехало, можно сказать, все правительство Все министры, все ключевые лица госкорпорации также прибыли в Китай И это говорит нам, что связи с Китаем Россия очень хочет развивать Очень хочет, чтобы они были как можно более открытыми и более взаимосвязанными Поэтому вот такое производственное совещание, которое произошло в Китае Оно нам дает надежду, что действительно те договоренности, которые были подписаны уже непосредственно В ходе встреч, они будут реализовываться с удвоенной силой И как мы видим, такой вот визит президента России Китай в сложной обстановке после избрания президентом на новый срок Говорит о силе российского лидера А силу любят в Китае Ведь кто самый популярный после Син Цзиньпиня политик Китая, так это Владимир Путин И естественно, западные страны это видят и понимают, что взаимодействие России и Китая для них очень невыгодно И очень опасно в том числе Даже вспомните, как по итогам вот этих встреч Китай заявил, что не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии Поскольку там не представлены две стороны конфликта И действительно, это очень расстраивает западных партнеров или не партнеров То, что формирование некого нового центра силы в лице России и Китая Присоединение к нему глобального юга А мы знаем, вслед за Китаем и президент Бразилии отказался ехать на эту конференцию Все это показывает, что формируется такой некий альянс Который понимает, что противостояние сейчас с Западом Оно обретает действительно очень серьезный масштаб И необходимо формировать именно новые полюса стабильности и взаимопомощи Что сейчас и делают Россия и Китай Дарья, а можно ли вот это, вот то, что вы описываете, назвать вот эту связку как бы начальным блоком? Или как вы оцениваете это? Или ось? Здесь об осье можно говорить Придерживаются своих интересов В интересах Китая также противостоять Западу Но, скажем так, мягко противостоять Западу На открытую конфронтацию они не хотят идти Поскольку понимают, что в случае чего им просто не на кого опереться Если Россия там может и Китай рассматривать в качестве партнера Иран, КНДР То у Китая такого партнера нет Поэтому они хотят показать свою силу Западу Но, скажем так, в мягком формате Не вступая с ними в открытый конфликт И в связи с этим невозможно так сильно углубиться в отношения с Россией Создать какой-то блок или что-то, чтобы не спровоцировать Запад И мы видим, что действительно они ведут политику взаимоподдержки России в том числе Но мы видим, что они не отказываются и от сотрудничества с Западом Не идут на какие-то агрессивные выпады А действительно, мягко и демагломатично По-китайски пытаются сотрудничать во имя интересов Прежде всего своего народа Ну, во всяком случае, эта политика Она все время и характеризовала, так скажем, внешнеполитическую деятельность Пекина Причем не последние десятилетия А на протяжении сколького времени Столетий, можно сказать Там своего рода формирование линий Когда как бы сверху наблюдение идет И принимаются решения Тем более, тоже видели и европейский визит Си Цзиньпин Он тоже был очень интересный И выбор стран, куда он поехал, тоже не случайен Потому что там, естественно, Евросоюз И в то же время, правда, Сербия не член Евросоюза Но Венгрия, да, и плюс член НАТО Но это, скажем, отдельная своя позиция То есть вот эта, как вы говорите, мудрость Восточная мудрость китайского руководства Она здесь тоже играет роль И сейчас... Я бы хотела еще про Азербайджан добавить Да, конечно, очень интересно Упоминать, да Что, как Россия видит тоже для нас Конечно же, важно развитие крупных логистических проектов И действительно с независимыми, сильными державами мира Азербайджан, безусловно, влиятельный геополитический игрок Страна-победитель И вот эта связка Азербайджан-Россия-Китай Она очень выгодна всем странам Вы правильно упомянули Инициативы различные Это вот один пояс, один путь Это транспортные коридоры Восток-запад, север-юг Которые пересекаются в Азербайджане И интересы наши здесь, конечно же, очень взаимосвязаны Этому будут противостоять Противостоять различные силы Западные силы, другие силы Которые не дружат ни с Азербайджаном, ни с Россией И мы видим, что все равно, несмотря на вот эти вот различные нападки У нас проект все равно развивается Строится, продолжают строиться эти логистические маршруты Железная дорога И Китай с сильной экономикой Азербайджан с поднимающейся сильной экономикой Россия более-менее тоже, несмотря на санкции, держится на плаву Может появиться такой вот сильный реально партнер в регионе Скажем так, взаимосвязка этих партнеров Которая действительно будет давать большой толчок экономике и для других стран То есть вот эти же перевозки, они будут подключать и другие страны И вот что Ильхам Алиев тоже на встрече говорил с президентом Владимиром Путиным Что вот такое развитие логистических маршрутов, оно сейчас очень нужно И оно будет приковывать внимание и интересы как раз других стран То есть мы оказываемся такими влиятельными геополитическими игроками В том числе и с экономической точки зрения Поскольку даем им возможности для реализации совместных проектов Ну это перспективы значительные, кстати, это мнение совпадает с тем, что вы говорили И здесь не только север-юг, безусловно, и запад-восток Но если можно, сейчас хотелось бы услышать вас через призму вашей его деятельности Как института, руководителя Института Конфуция Какие у вас происходят мероприятия и какое направление Потому что я думаю, что зрителям было бы очень интересно услышать об этом Да, ну если вы позвольте, буквально пару минут я бы хотел добавить Дарью Да, конечно О том, что действительно элемент, связанный с вот таким тройственным, что ли, сотрудничеством России, Азербайджана и Китая Он всегда является объектом нападок и аналитических выкладок со стороны Запада И в первую очередь то, что вот издавна существующий, так сказать, сухопутный путь Из Китая в Европу через Россию, через Центральную Азию Всегда объясняется тем, что вот, значит, Каспийское море, надо переваливать грузы Это создает какие-то, так сказать, дополнительные накладки, проблемы и так далее Я в этом контексте хочу сказать, что у нас, и Дарья, наверное, знает об этом У нас существует давно построенный, активно действует Алядский порт, торговый порт Причем он тесно связан и с группой портов северо-восточного Китая Вот Циндаусской, так называемой, группой То есть вот этот элемент, этот элемент обеспечивает все возможности для, так сказать, параллельной, я бы сказал, работы и транспортировки грузов И потом, если по-простому говоря, то есть из Китая идет такой объем грузов, что хватит на всех То есть хватит на оба пути То есть перспективы вы видите очень Да, и вот буквально одно слово по поводу визита, недавнего визита господина Синдзимпина в Китай Путина, Владимира Путина Нет, нет, вот именно Синдзимпина не в Китай, а в Европу В Европу, а это другое Значит, надо всегда понимать, что для Китая Европа так же важна, как и Европа То есть для Китая Европа важна, так же, как и Европа Китай Она остается основным торговым партнером для Китая Это с одной стороны С другой стороны, вот здесь правильно обозначили один из его визитов, кроме Венгрии, Франции и Сербии Но я хочу напомнить, что Сербия – это та страна, в которую Китай вложил многие миллионы долларов И в первую очередь это связано как раз с созданием инфраструктуры по этому великому шелковому пути Или как по-китайски называют «Ида и Лу» То есть вот этот элемент говорит о том, что как бы мы не рассматривали вот эти экономические взаимосвязи Они все сводятся к транспортно-логистическим, я имею, торговым связям по этому пути И при этом не будем забывать, что даже если возьмем республики Средней Азии Когда Китай, условно говоря, как, например, сейчас там в Кыргызстане и через далее Узбекистан Строить железную дорогу Железная дорога – это линия жизни По пути вовлекаются близлежащие регионы для своего экономического развития В том числе и добычи каких-то полезных скопаемых и прочих-прочих дел То есть перспективы вот этого сотрудничества, я думаю, очень хороши А по поводу вашего вопроса Да, действительно, институты Комфуция, они, кстати, есть и в России Во очень многих вузах и городах, в том числе и в Московском государственном университете Представляют собой элемент мягкой силы Об этом говорил и господин Синь Димпин часто в своих программных речах Комплексы, своего рода культурные представительства посольства Китая в тех или иных странах В первую очередь, значит, они нацелены на пропаганду и распространение китайского языка В этом контексте хочу сказать, что как и в России, кстати, так и в Азербайджане Существует целый бум сейчас по изучению китайского языка Очень большой процент Да, и, значит, институты Комфуция как раз занимаются вот этой образовательной деятельностью Выпускают соответствующие методические указания, учебники И самое главное, значит, вот институтам Комфуция, в том числе и нашему Значит, выдаются соответствующие сертификаты на проведение экзамена На уровень знаний китайского языка и на основании этого экзамена Значит, наши студенты, наши слушатели курсов Имеют возможность по грантам института Комфуция поехать и в летние лагеря Поехать на год учиться в Китае или поехать учиться в магистратуру и так далее Но это только университет языков или другие вузы тоже? Нет, другие вузы нет, только мы, только института Комфуция Это с одной стороны С другой стороны, естественно, огромное значение имеет Да, и при изучении китайского языка Который как бы наполнен духом культуры и китайской цивилизации Безусловно, культурные мероприятия имеют огромное значение Тем более, культура Китая не только древняя, не только очень разнообразная Но и несет в себе такой, я бы сказал, образовательный характер Почему? Потому что, например, в нашем институте действует очень много, так скажем, кружков Или мастер-классов, как сейчас говорят Наши студенты начинают обучение игры на китайских национальных инструментах Исполнение китайских танцев Кончая разнообразными прикладными, так сказать, видами искусства Близание из бумаги, раскрашивание масок и так далее Вплоть до показа мод Китайской моды, то есть вот эти элементы присутствуют Очень широкий, широкий профиль Мало того, у нас, например, вот недавно у нас был экзамен очередной по китайскому языку У нас дети, ну, в возрасте там 8-7 лет, они уже, значит, сдавали экзамен на второй уровень китайского языка Чтобы поступить в ВУЗ Китая, нужно минимум четвертый То есть вот такой элемент Ну вот еще раз хочется сказать, очень широкий профиль на самом деле И как бы к висистенции вот этого образовательного элемента Является то, что во всех странах проводится так называемый ханью цяо То есть мост китайского языка Вот мы здесь уполномочены в Министерстве образования Китая Проводить среди школьников вот это на знание китайского языка Где они демонстрируют не только знание китайского языка, но и свое, так сказать, понимание И свои какие-то виды искусства Ну, там, поют там или выступают с монологами И я с гордостью могу сказать, что в прошлом году, значит, одна из наших студентов Заняла первое место на конкурсе китайского языка Потом они едут, победители в Китай, показывая целый элемент китайской оперы То есть в национальном костюме китайской оперы и так далее То есть все это показывает очень большой интерес азербайджанской молодежи Значит, вот Китаю, китайскому языку И, естественно, как я вот вначале сказал У нас, значит, постоянно увеличивается вот это количество фирм связанных Кстати, не так давно вот в Сумгаицком промышленном парке Наш уважаемый президент лично открывал завод по производству строительных материалов Там керамики и так далее Китайский завод То есть постоянно у нас требуются переводчики Постоянно требуются люди Знающие не просто Китай, но и менталитет китайцев и так далее Ну вот вы так интересно рассказали И думаете, что, наверное, у нас много молодежи смотрит программы И поэтому думаете, что после вашего такого вот интересного рассказа Еще больше появятся желающие Мы готовы принять всех Да, интересно, действительно, очень широкий, очень широкий такой объем деятельности И, ну, я думаю, продолжим, еще у нас время будет И продолжим беседу и на эту тему тоже Дарья, ну, сейчас хотелось бы услышать вас Может быть, и в продолжении тех мыслей, которые озвучил Рафик Малеем Имею в виду вот культурно-гуманитарные мосты Все же в очередной раз мы все время в рамках нашей передачи Хотя мы рассматриваем там важнейшие аспекты мировой геополитики И все время отдельным рефреном у нас идет культурно-гуманитарные мосты Потому что они и подпитывают, и помогают, и укрепляют, развиваются Потому что это и гражданское общество, это молодежь, это спорт, это культура, искусство и так далее Вот если с этой точки зрения брать российско-китайские взаимоотношения То есть помимо там Сила Сибири, о которой много говорят Или там открытие каких-то промышленных предприятий Ну вот именно культурно-гуманитарные мосты Как вы их видите и насколько они популярны? Да, вы правы, гуманитарная составляющая, она конечно является большим слезующим звеном Между странами, между Россией и Китаем И как мы видим, за последние годы она только увеличивается Этот вот год был признан годом России в Китае И аналогичный годом Китая в России И безусловно, это накладывает свои отпечатки И мы видим, какие мероприятия проводятся Например, впервые в этом году было празднование в Москве китайского Нового года В центре столицы на одной из улиц непосредственно были китайские драконы и фонарики И в общем она была украшена, где каждый мог бы прийти и посмотреть, поучаствовать в этом праздновании Многие рестораны в том числе праздновали китайский Новый год И вот такой интерес появляется И появляется он как раз таки в связи с популярностью Китая В связи с поддержкой Китая В том числе в непростых, скажем так, сложившихся обстоятельствах поддержка России Здесь, конечно же, мы видим интерес Китая к России В том числе знаем, что будут различные мероприятия в связи с этим годом Россия в Китае проводится и в Пекине, и в регионах страны в том числе Есть уже в портовых городах в одном из городов Китая Таблички на русском языке, помимо китайского И Харбин, даже тот же, в котором была делегация России Открывала экспо российско-китайское Есть храм православный В который могут ходить в том числе не только русские, которые там проживают Но и сами китайцы Соответственно, это означает знакомиться с российской культурой через религию Это тоже очень интересный аспект Поэтому, как мы видим, туристические группы Растет количество туристических групп в России и из Китая Мы знаем, что многие китайцы любят российскую культуру, искусство Читают Достоевского, Толстого Им, безусловно, приятно посмотреть на родину этих великих людей Прикоснуться к нему Конечно же, и Россия начинает узнавать Китай Если раньше все-таки мы можем говорить, что у Китая был больший интерес к России Именно я имею в виду у китайских граждан То сейчас, я вот сколько знакомых знаю Многим интересно посетить Китай Посмотреть, что же там за особенность культуры Что же там за необычная еда Мы тоже, наш институт проводил различные круглые столы, конференции с Китаем Я летала непосредственно в Китай И могу сказать, что это действительно очень древняя и очень интересная культура Даже по тем приготовлениям еды, которые они могут делать Что ты ешь и ты даже не понимаешь, что ты такое ешь Но это что-то очень вкусное и легкое А оказывается, там сделано из простых продуктов И это ведь тоже большое мастерство умения готовить И при общении к этой китайской кухне показывает богатую культуру страны И вот такие вот взаимообмены Уже даже не говоря об обменах между студентами, школьниками В том числе, вот сейчас запускаются у нас и школьные группы Которые ездят на каникулы в Китае Соответственно, из Китая в Россию Это тоже говорит, что мы начинаем интересоваться культурой Китая Поскольку это и наш сосед Это и глобальный игрок, который сейчас развивается Который поддерживает Россию И вот это все нам позволяет, конечно же, налаживать мосты Не только между политиками или чиновниками Но и между простым народом Поскольку культура России, культура Китая Очень самобытная, в том числе древняя Эти мосты налаживать не так просто И понимать друг друга Это один из ключевых шагов Который поможет нашей дипломатии Для установления действительно прочных контактов И связей уже на многие годы Ну, во всяком случае, вот то, что мы услышали Сейчас, Рафик Малим, да, тоже интересно Вернее, подтверждает мысль, что насколько вот эта культурно-гуманитарная стезя Она является не просто составляющей А важнейшей составляющей именно геостратегического Или союзнических отношений между теми или иными государствами Но сейчас вот, может быть, чуть-чуть философски хотелось бы продолжить беседу с вами Потому что и вы описали, и Эдарья описала Ну, у вас еще идет такой интересный момент Такой межцивилизационный диалог фактически Потому что вот сколько лет мы уже слышим Не одно десятилетие, что обязательное столкновение цивилизации Обязательные проблемы А вот здесь и опыт Азербайджана Причем не только и в китайском направлении А в целом сам опыт Азербайджана Как только строительство и внутренней жизни И внешнеполитической деятельности Показывает, насколько этническое многообразие И изучение культуры Изучение духовных традиций тех народов Которые проживают на твоей территории Позволяет двигаться вперед Это наше богатство, сказал Ильхам Алиев недавно Как раз таки Поэтому вот, на ваш взгляд Межцивилизационный диалог Или столкновение цивилизаций Вот мы, это же совершенно разные полюса А многие сторонники именно вот этого вот столкновения Вы знаете, я вначале вспомню Хотел бы напомнить слова Председателя КНР Синдзиньпина Опять-таки связан с великим шелковым путем Кроме слов, что должен быть установлен мир Почему? Потому что, ну какая же торговля Если на протяжении этого шелкового пути Идут какие-то военные конфликты Второе его утверждение было Что этот великий шелк Возрожденный великий шелковый путь Это дорога дружбы, сотрудничества В первую очередь и гуманитарной сфере То есть элемент только Межцивилизационного обмена Кстати, этот межцивилизационный обмен имеет исторические корни Например, многие китайские национальные инструменты Это фактически модернизированные инструменты Которые попали в те давние времена Из Центральной Азии, Средней Азии Это с одной стороны С другой стороны Вот элемент той, так сказать, политики Которая проводится у нас в Азербайджане Толерантности, мультикультурализма и так далее Как раз и не предполагает Такое точное понимание этой темы Что здесь идет разговор Не о превосходстве какой-то культуры над другой А о тесном симбиозе Займодействии этих культур Где никто никому не мешает Никто никому не мешает И все друг друга взаимообращают Во всяком случае учатся Во всяком случае знакомятся В этом контексте Так уж сегодня получилось Что Дарья задает такой основной момент И я тоже хотел бы сказать Что в дополнении слов Дарья О том, что элемент межцивилизационного обмена Включает в себе не только Образовательный какой-то фактор И так далее Вот я могу Элементом такого немножко Небольшого хвоста Сказать, что в отличие от России У нас Новый год Китайский Новый год Отмечается Каждый этот Китайский Новый год Причем мы отмечаем его Вот в частности В музее Ковра То есть в музейных центрах При большом скоплении народов С теми же драконами И прочими театральными действиями Но я к чему говорю Вот элемент связанный Вот с продуктами То есть с продуктами С кулинарией Значит К нам часто приезжают Ведущие повара Из китайских ресторанов Проводя здесь мастер-классы К нам приезжают представители Искусство кулинарии Приезжают медики из Китая По китайской традиционной Медицине И так далее Касаясь этого Межцивилизованного обмена Я как-то вот все время Ближе к институту Камфуцин Но я хотел бы сказать в целом В существующей нашей У нас Академии наук Практически Из там 40 Допустим Институтов 30 институтов Имеет связи С китайскими Соответственностью Научными подразделениями Частые гости На наших международных В том числе Политические конференции Это известная Академия общественных наук Китая Где существует Целый институт Связан со странами России И странами СНГ То есть вот этот контакт Постоянно идет Я могу сказать Также о том Что не будем забывать Ту помощь Которую оказала Как оказал Китай Во время Эпидемии ковид То есть это И врачами И соответствующими Масками И прочими делами То есть вот этот Медицинский Элемент Ближе к искусству Я думаю Дарье я хочу Напомнить И может она знает Наша знаменитая Опера Аршин Малалан Она еще При Мао Цзэдуни Там демонстрировалась В Китае Причем Мао Цзэдуну Нас только понравилось Что он Сказал Что проведите Еще в других Городах китайских И сказал Что необходимо Снять фильм По этому самому Китайский вариант И так далее У нас С фондом Гейдар Алиева В частности Организуются Выставки Значит Китайских Известных Художников Значит И соответствующих Музеями И так далее Я к чему Это говорю Что мы Например Мы в своей деятельности Всегда Вот в контексте Этого Мультикультурализма Всегда Пытаемся Межцивилизационного Днем В контексте Вот Искусства Литературы И так далее То есть У нас Например Проходят мероприятия Связанные Значит С тем Наследием С теми Экспонатами Так скажем Которые существуют Китайским экспонатом Которые В свое время Начиная С 50-х годов Были подарены И находятся В хранилищах Наших Музеев Искусств Например И так далее В области Литературы Безусловно В основном У нас Литература Я имею ввиду С китайского Она была переведена Еще с тех Русских Издана на русском языке И так далее Но и сейчас Идет активный Обмен Вот совсем Недавно Относительно Недавно Значит В Китае Была презентована Книга Нашей известной Поэтессы Лейлы Алиевой На китайском Языке Сборник Ее стихотворений И так далее То есть Вот в литературном Творчестве Тоже Идет этот элемент То есть Практически Во всех Властях Мало того Я хочу сказать Что Местцивилизационный Обмен Доходит До таких Самых Современных Отраслей Я бы сказал На грани Искусства И Искусства И прогресса Например Наши В преддверии Как раз Прошедшего В Азербайджане Астрономического Конгресса Значит Наши студенты Напрямую Значит Установили связь С китайскими Космонавтами Которые находились В космосе На борту Значит Китайского Корабля Интересно Рафик Вы столько Привели фактов И мы видим На самом деле Все сферы Все области Задействованы И самое главное Что здесь мы видим Молодежь Здесь мы видим Образовательный процесс Культура Искусство Это то Что соединяет Это то Что показывает Насколько Межцивилизационный Диалог И Взаимопонимание И желание Познавать Друг друга Движет вперед И государство И в целом Как мы надеемся И регионы Тоже Дарья Ну и последний вопрос К вам Несколько он В другом плане Будет То есть мы сегодня Обсудили политика Экономика Культура Различной сферы Последний он будет Касаться Вопроса Китай Россия Центральная Азия Потому что очень много Аналитиков И зарубежных Они считают Что В условиях того Насколько Сейчас серьезные Позиции Пекина В Центральной Азии Как бы Позиции Россия Ослабляются Вот что вы скажете Об этом Ну конкуренция Она конечно Всегда будет И в этом Нет ничего страшного Наоборот Когда есть конкуренция Есть стимул Развиваться И наоборот Самим Себя Укреплять И конечно Конкуренция За Центральную Азию Есть и у Китая И у России И у стран Запада Как мы видим По различным визитам Туда Заморских гостей Конечно же Центральная Азия Это тоже Очень динамичный регион Который сейчас Скажем так Экономически Поднимается Конечно Не без проблем Но мы видим Что потенциал У этих стран Которые находятся В Центральной Азии Которые граничат С Россией И с Китаем Он очень большой И влияние соседей Оно не может не быть Поэтому Здесь Как мы понимаем Есть и интересы Китая Есть и интересы России Но Мы же все входим В совместное объединение Тот же самый ШОС Тот же самый БРИКС Который расширяется Один пояс Один путь Который проходит Через регионы Центральной Азии Через Россию Мы понимаем Что это все Те глобальные проекты Которые в будущем Будут нас И объединять И создавать условия Для развития Совместной экономики И в том числе Для конкуренции Как бы это страшно Не казалось Но конкуренция Она безусловно Полезна И вот Из этой вот Ну конкуренция Она же разная может быть Может и соперничество быть А может быть и сотрудничество И я надеюсь Что здесь Как раз таки Конкуренция Будет взаимовыгодная То есть В чем-то выгодно Китаю В чем-то выгодно России И вот эти вот Совместные усилия Они помогут Народам Проживающим И в Центральной Азии И в Китае И в России Создать некий такой Ну скажем так Не юридический Но совместный союз Возможно экономический союз Который будет Очень позитивно Сказываться На рост Вообще Наших экономик И если мы посмотрим Что западные страны Европейские страны Они стагнируют В этом плане То потенциал Вот этих вот Объединений Которые я назвала ШОС БРИКС Инициатива Пояс и путь Он огромен И перспективен И это все видят И понимают И хотят В этом участвовать Поэтому я думаю Будущее Как раз таки За такими вот Крупными Интеграционными Объединениями И конечно же В мудрой И доброй Конкуренции Между странами Вот это Очень интересная И важная мысль Безусловно Что конкуренция Смотря что Под ней подразумевается Потому что Есть соперничество В этом плане И мы сейчас видим Что в геополитическом плане Конкуренция К сожалению Начала приобретать Несколько другое Звучание Конкуренция Опять таки Идет цивилизации Конкуренция Каких то там Мышлений Философской мысли Опять таки Столкновения Или движение Вперед Через взаимопознание А вот то Что вы описываете То что Прекрасно Вот как раз таки В преломлении И к своему Институту Описал Рафик Малим Это как раз таки Показывает Насколько Взаимопонимание Взаимопознание И желание Узнавать Друг друга Может двигать Вперед И общество И государство И в целом Целые регионы Спасибо Дарья За интересный Рассказ Рафик Малим Большое спасибо вам За такой подробный Взгляд на Институт Конфуция Очень много Интересного И перспективного Для нас всех Безусловно Напоминаем Что с нами Сегодня были Дарья Гривцова Замдиректор Института Политических Исследований Из России И Рафик Аббасов Директор Института Да и Конфуция Азербайджанского Университета Языков Оставайтесь Сибиси Следите за Аспектами Иностранных Дел Будьте в курсе Всех важнейших Вопросов Современности Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин